Привет всем! Меня зовут Оля, я учусь в Харбинском политехническом университете. В этом видео я хочу ответить на вопрос, чем же питаются студенты китайского вуза. В Китае нет понятия голодного студента, ведь есть множество вариантов, где можно покушать, в виде более-менее приемлемые цены, а также график работы. Например, столовые открываются в 6.30 и закрываются в 10 вечера. Ну тогда, пожалуй, начнем мы с них. На территории нашего университета три столовые, и причем это даже не один этаж, а два, и порой даже три. Итак, начнем знакомство с главной столовой. Здесь мы оформляли столовые карточки, здесь мы пополняем счет. Когда мы только приехали, я была поражена, какая же это площадь. Целых три этажа в одной столовой. Не уверена, что в России есть что-то подобное. Мне даже не верилось, что тут невозможно найти место в обеденное время, как все об этом рассказывали. Но невозможное возможно. Час пик приходится где-то с 11.40 до 12.00. Причем после этого время столовые почти умирают. К счастью, у нас обеденный перерыв начинается в 12.00, поэтому мы избегаем столпотворения. Однако и еды уже почти не остается. А теперь заглянем во вторую столовую. Она немного уступает первой по площади, однако там тоже неплохой выбор еды. На втором этаже есть шведский стол. Берешь поднос и выбираешь все, что тебе нравится. Однако после 12.00 здесь почти нечего делать. Третья столовая, пожалуй, моя самая любимая. Тут очень уютно, красиво, недорого и достаточно вкусно. И, наконец-то, все нелюбимые зонтики. Мы получили это название, потому что летом вот тут вот стоят зонтики и можно кушать на улице. Что же касается выбора, то турцы со своим шведским столом отдыхают. Конечно, далеко не все приходится по вкусу. Поначалу нам не везло. Каждое второе блюдо оказывалось очень острым. Порой заказывали просто наугад, не зная, что это будет, ведь китайская кухня совсем не похожа на европейскую. У меня было немало смешных ситуаций, когда я покупала булочки, думая, что внутри мясо, а это оказывалось с бобы. В отношении еды у всех в первое время были вопросы. Еда очень жирная, все буквально плавает в масле. Нет свежих овощей, трудно найти нормальный кусок мяса. Но от тебя хочу добавить, что правда ко всему привыкаешь. У многих уже появились любимые блюда, любимые места, куда чаще всего ходишь. Так что по этому поводу переживать точно не стоит. Кроме того, за пределами университета очень много различных заведений. Ценовая политика хорошая. Если в столовой можно покушать от 8 до 15 юаней, что равняется 80-150 рубля, то в кафе цены и намного выше, где-то 15-20 юаней. Подводя итоги, хочу сказать, что хоть китайская еда и своеобразна, и поначалу мало кому нравилось, однако потом мы начали пробовать все новое и новое. И сейчас могу сказать, что у меня уже есть любимые блюда, которые, на мой взгляд, нисколько не уступают русскому борщу. Так что не бойтесь экспериментировать и приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!